Для меня Вы являетесь примером подражания, успешная карьеристка и одновременно счастливая жена и мать. Какой Ваш секрет успеха? Не тормозить. Вот правда, меня очень удивляют люди, которые, например, занимаются одной работой 10 лет на одном и том же месте, или у них нет увлечений. Я очень советую всем максимально наполнять свою жизнь разнообразием. Я безумно счастлива тем, что я музыкант, и у меня есть возможность видеть разные города, общаться с разными людьми, заниматься одновременно и музыкой, и видео, и фотографиями, и просто общением, обменом энергетикой. Понятное дело, что если Вы работаете в офисе, найдите обязательно себе где-то еще отдушину. То есть Вам может это нравиться, но занимайтесь еще чем-то. То есть заполняйте максимально свою жизнь. Ну и не бойтесь отношений и семьи. Семья – это очень круто. Конечно, не для всех. Ну то есть каждый должен заниматься тем, что ему нравится, и наполнять свою жизнь любимыми вещами. Пускайте, вот любимые вещи у Вас будут. Спрашивает Наташа и желает победы. Любви Захарцки, збажаю Вам перемоги в финале выборов на Евробачення. Дуже сподобалась пісня и відеоряд до ней. Немоверно гарно показано укохание и вражающая краса украинских земель. Вы сделали это и нежно, и хардково в одночас. Молодцы. Расскажите, пожалуйста, как сам описалась пісня и как много времени знадобилось для ее народжения. Чтобы она была створена на одному кодуху, еще и надохнула Вас на ее створение. Пісня была написана около двух лет назад. Боже, как быстро время идет. Как вчера я ее писала. Она была написана сразу. Она была написана сразу, причем сразу вот с этим этно-припевом. Единственное, что текст в припеве был грустный. То есть, если сейчас он позитивный о том, что пусть встает солнышко, пусть любовь воссияет над нами, то первоначально текст был о том, что любовь всегда связана с болью. Ну, то есть, такой более грустный. И после рождения сына я решила, что... Просто песня, она была скорее написана в тот момент, когда мы планировали малыша. Я очень хотела ощутить вот эту радость материнства. И я размышляла на эту тему, на тему того, что рождение – это всегда связано с болью. Но потом приходит огромная радость. И когда малыш родился, я решила, что припев должен быть позитивным. Ну, то есть, не может... Я не хочу, чтобы любовь была связана с болью. Ну, чтобы это было в припеве. И поэтому я поменяла слова на более... Вернее, на полный позитив. Вот. То есть, вот так меня, наверное, поменяло материнство вот в этом плане. Да, и потом нам поступило предложение поучаствовать в Евровидении. И вот так вот получилось. Еще один вопрос будет относительно песни. Как у вас красивая сына песня, прекрасный выступ на попереднем этапе национального отбора конкурса Евробачения. Чудовое видео. По скриптам. Чи можно, с вашего боку, опубликовать на странице ВКонтакте авторский переклад на украинскую песню «Хелплесс»? Да, конечно. И вот ссылка с моим перекладом и пониманием, пише Вадим. Да, в этом нет проблем. Конечно, мы сможем ответить. Вопрос от Ярослава. Юля, скажите, пожалуйста, как это быть сильным? Ну, это непросто. Это большая ответственность, когда твоя команда, да, и люди окружающие, они знают, что ты справляешься обычно, ты сильный. и когда тебе ну, плохо, да, ты ты понимаешь, что в тебя верят, и ты не можешь их подвести, потому что там все надеются на тебя, да, все ждут, что же ты скажешь. Поэтому это нелегко. Но это и есть, наверное, двигатель. Не дают расслабиться. Валерия, прежде всего хочется поблагодарить вас за прекрасное творчество. А вопросы какие? Можно ли фанатам ожидать еще больше лирических композиций, ведь песня «Хелплесс» действительно тронула, и можно сказать, что ваш эксперимент удался. И планируете ли вы концерт в Харькове с уважением и самыми лучшими пожеланиями, Лера? Спасибо. Лирических песен у нас в заготовках очень много, но мои ребята противятся делать много лирических песен, потому что впереди концерты, впереди фестивали, и, как показывает практика, когда ты выходишь на фестиваль, ты хочешь публику разрывать драйвом, не хочется грустить. Поэтому мы делаем сейчас, из того, что я забегаю наперед, я вспоминаю, какие песни у нас сейчас готовятся, то это, конечно, разрыв шаблона, и это будет драйв в первую очередь. А лирику я попытаюсь как-нибудь пролоббировать. пролоббировать, она у нас тоже есть. Концерты в Харькове? Спрашивают, концерт в Харькове будет? Да, концерт в Харькове. Я знаю, что будет несколько, могу сказать. Это будет, одна будет вечеринка весной или летом, ну, то есть, в этот период. Да, ну, клубный концерт, да, то есть, это больше такая, небольшой по длительности и по формату, и большой концерт будет осенью. То есть, это тот, который мы приурочим к пятилетию группы. Юрий, вопросов очень много и пожеланий тоже много. Да. Я уже читаю последний, от Галины. Привет, Юлия, с нетерпением чекаем у вас в Львове с интересным и забытным шоу, когда нужно ориентироваться на визит вашей группы в Место Лева. Божаю, перемоги на відбори до Европа. Спасибо. Во Львов ездить любим. Любим оставаться там на несколько дней еще после концерта, ходить по кавьярнях. Вот. У вас очень красиво и очень вкусно, и очень тепло, и люди очень доброжелательные. Поэтому обязательно мы приедем во Львов тоже осенью. То есть, все большие концерты сольные мы отложили на осень, тех городов, в которых мы не были в прошлом году, мы отыграем весной. А Львов, Одесса, Харьков, ждите нас осенью. Спасибо. Спасибо. Я очень тронута вашими пожеланиями, поддержкой. Постараемся вас не разочаровать. Спасибо еще раз. Kiss from the Heart Kiss, говорю всем. The Heart Kiss family. Я вас очень люблю. Спасибо.